Упаси нас, Господь, относиться легкомысленно к этому контрнаступлению. Я, возможно, даже иной раз по кругу, но всегда призываю помнить. Сентябрь прошлого года, харьковские события, они тогда тоже анонсировали, а потом мы отошли из Херсона, чтобы никто не погиб. Вот чтобы не отходить уже, не надо, хватит на отходились. Как бы ты оценил то, что происходит? Это можно считать такой репетицией наступления или прямо одним из его этапов? Или же это продолжающаяся подготовка, но тем не менее больше направленная на такое психологическое давление, чтобы поплыл фронт, атмосфера изменилась у стороны обороняющая, чтобы действительно возникло ощущение мясного заслона, которое чреват теми же последствиями с точки зрения потерь, что и мясной штурм. Ну, понимаешь, Марк, когда ты сидишь месяцами в окопах, а россияне находятся в окопах, на этих позициях практически непрерывно фронт не очень сильно двигался, уже начиная с лета. У них последнее достижение перед Солидаром было аж в июле месяце. И фактически Солидар никакой задачи не решал, поскольку ключевая крепость на этом направлении именно была Бахмутская, которую они не могут взять по сей день. Поэтому, конечно, когда ты сидишь в окопах в течение 9 месяцев, и тебе постоянно отцы командиры, твои родственники и телеграм-каналы сыпят о том, что противник собирается наступать, то, конечно, ты не можешь не спать нормально, не выполнять свои задачи. А когда ты еще узнаешь, что противнику постоянно... Они же все равно до них доходит информация, поступает самое современное оружие. Ну, дело даже не информации, они это чувствуют на собственной шкуре, когда на них начинают сыпаться, лететь новое и новое. Когда появились польские минометы, в общем-то, они их называют бесшумными, они до сих пор не могут прийти. На Бахмутском направлении их как раз-таки обкатали. Вот там фишка в том, что когда летит мина, ее практически не слышно. Обычный советский миномет 82-й, 120-й, он дает звук, приблизительно за 4 секунды слышно звук прилета, есть время спрятаться за руины, где-то упасть в ямку, а тут ты ничего не слышишь. То есть просто идет взрыв, и все. И уже как бы ты или твои товарищи уже все дохлые. Поэтому они все это чувствуют на себе, они все это прекрасно понимают. Поэтому паника, которую они вчера подняли в своих телеграм-каналах, она, в общем-то, была закономерна. На самом деле мы ничего даже не транслировали. Они сами все сделали, сами, своими руками. Начали раздавать эту панику, начали кричать о том, что наступление началось. И вчерашние события, они, в общем-то, позволяют нам сделать вывод о том, что это такая пристрелка, я бы сказал, к наступлению. Это, возможно, не само, я говорю, возможно, не наступление. Можно назвать тренировкой, можно назвать пристрелкой. Одним словом, попробовали, как работают штурмовые подразделения с новой тактикой. И, видишь, сработало, сработало. То есть смогли продвинуться, причем взяли за... Это уже второе продвижение. До этого было первое продвижение, а тут второе. Ресурсы у него не бесконечные. Ему обрезали, возможно, сейчас вербовать в колониях. Там сейчас пасется Шойгу со своим патриотом, там пасется Газпром со своими двумя ЧВКшками. А ему не дают. И поэтому, понятно, его истерика. Тем более, что он свою угрозу, на самом деле, выполнил. Он же предупреждал, что 10 числа мы будем выходить. И, видишь, информации не было. То есть не подтверждали, не подтверждали. А теперь мы знаем точно, что они таки вышли. Они вышли, оставили эти позиции регулярно. Регуляры все просрали. Причем там бежало 4 бригады. Только 72-я одна из них. А всего 4 бригады, которым там накостыляли, они оттуда свалили. И вот поэтому все правда. И можно сказать, что это такая своеобразная пристрелка перед наступлением. Ну вот смотри. Как ты оцениваешь? Они действительно регулярные части, но, возможно, из мобилизованных состоят. Они воюют хуже. Вот, скажем так. Это теперь уже уверенная констатация. Если мы судим по конкретному бахмутскому направлению. Они воюют хуже, знаешь, в каком плане? В каком? В ЧВК. ЧВК, да, безусловно, он больше подготовлен, лучше экипирован, но он воюет, знаешь, в каком плане лучше их? То есть они максимально стараются не сдавать позиции. То есть они просто умирают. А эти отказываются умирать. No time to die, понимаешь? И они не хотят умирать. Точность наведения 1 метр. То есть это, конечно, страшнейшее оружие, с помощью которого можно вести атаки на Крым. ВСУ впервые получат от Запада крылатые ракеты большой дальности. Британия уже передала Украине свои Storm Shadow. Слушаем Волиса. Привет. Российская пропаганда вчера очень внимательно слушала британского министра обороны. Привело это к тому, что на России, на болотах поймали паническую атаку. По их мнению, Укры, то есть мы, а мы не просто Укры, мы потомки великих Укров. И да, если вы будете себя продолжать так вести, то Черное море будет выкопано там, где сейчас Белгородская пока еще область. Короче, по заявлениям российских так называемых военкоров, которые разогнали панику, украинские танки уже направляются в Белгород. Я от себя могу сказать и предупредить местных жителей, пока там еще море не выкопали. Во-первых, граждане России, внимательно следите за официальными сообщениями Министерства обороны. И ни в коем случае не фотографируйте и никому не передавайте передвижение украинской военной техники на этой территории. Но возвращаемся к главной теме, которая просто разорвала пуканы у российских нацистов. Конечно же, это связано с поставками Украине британских ракет Storm Shadow. Спикер командования армии США в Европе, подполковник О. Доналд, официально заявил, что Киев получил свыше 600 видов натовского вооружения для наступления. Суммарно это больше, чем есть у любой армии в мире. Здесь нужно акцентировать внимание на вот эти слова. Суммарно больше, чем у любой армии мира. Это, конечно, информация не соответствует действительности, но российские граждане должны знать и бояться. Они должны знать что? Что их ждет на территории Украины смерть, а бояться лучше на территории России. И если ты боишься на территории России, то ты остаешься жив. Но Женя паническую атаку расширяет и расширяет. Конкретные цифры приводит Блумберг. По данным агентства, с декабря Киеву передали «Гуру техники». Целых три новых бригады вооружены премиальными танками НАТО, боевыми машинами пехоты Брэдли и другими новинками. Всего 200 танков и 300 БМП. Женя Попов, он плавно подводит россиян к тому, что им кобзда. CNN со ссылкой на источники сообщает, что Великобритания уже поставила Украине крылатой ракетой большой дальности Storm Shadow. Дальность их полета равна 250 километрам. По другим данным, до 590 километров. Спасибо Жене Попову за детальную информацию о ТТХ наших новых ракет. Для граждан России объявления. Эти ракеты применялись против армии Каддафи, Саддама Хусейна и Башара Асада. В принципе, большинство из них плохо кончили. С Асадом вопрос пока подвязан, подвешен. А может быть и подвязан, и подвешен. Но вы понимаете, к чему все идет и к чему это все приведет. И теперь внимание. Вот после этих слов должна быть начата тотальная эвакуация на территории России. А то, что бежать с оккупированных территорий пора, ну это уже понятно всем. То есть позволяет наносить удары вглубь территории России. В радиусе поражения оказываются такие города, как Воронеж, Краснодар, Сочи, Севастополь, Ростов-на-Дону, Курск, Брянск и другие наши с вами города. После такой детальной информации украинцы-оптимисты будут выбирать приоритетные цели. Пишите в комментариях, что вы думаете, по какому городу надо нанести удар в первую очередь. А украинцы-пессимисты скажут, ну вот, опять не додали нам ракет. Потому что мы не можем попасть по Красной площади и замочить одного мстительного маньяка. И таким образом прекратить войну. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других сручных платформах. Реквизиты в описании к видео. Продолжение следует...